Развитие сельских регионов президент Таджикистана Имамали Рахмон посетил Хатлонскую область. Глава государства открыл производственные предприятия, учебные заведения, культурные учреждения. Вера Исмаилова подробнее. Кангурт. В переводе на русский – край богатырей. Село с древней историей. Родина многих известных ученых, поэтов, ремесленников и силачей. Теперь это еще и промышленно развитый край. Президент Таджикистана открыл несколько предприятий. На этом заводе производят столы и стулья для дошкольных учреждений, учебных заведений, столовых, гостиниц. Из отечественного сырья и на новейшем оборудовании. Наше предприятие находится в сельской местности. И работников мы набрали из числа местного населения, в частности молодежи. Наше предприятие будет производить качественную мебель. На другом заводе производят обувь для подростков, взрослых и военнослужащих. От 300 до 500 пар обуви в сутки. В планах наладить экспорт. Этажом ниже – пошивочный цех. В год планируют выпускать до 27 тысяч изделий. Женскую и мужскую одежду, военную форму. Отрадно, что в нашем селении построили такое предприятие. Женщины и девушки могут получать работу. Здесь созданы все условия. Мы получаем достойную зарплату. Преобразилось все село. Эмамали Рахмон, кроме производственных предприятий, открыл медицинский колледж, детский сад, жилой дом, стоматологический центр и дворец культуры на 600 мест. Залы украшены национальной росписью, резьбой и мозаикой. Удивлять готовы и местных жителей, и туристов. Живописные и красивые места в Кангурте, а также ручные ремесла жителей, очень привлекательны для отдыха и гуляний жителей страны и зарубежных туристов. Поэтому необходимо широко использовать все природные возможности, в том числе путем создания современной туристической инфраструктуры, налаживания презентации этой красивой местности. В Донгаринском районе президент открыл первое специализированное государственное учебное заведение по подготовке специалистов в сфере пожарной безопасности, а также в сфере энергетики на объектах народного хозяйства и гидроэлектростанциях Таджикистана. Раньше они учились за рубежом. Пожарно-технический колледж рассчитан на 760 учащихся. Назвать его решили имени Толбака Лулаева. Он геройски погиб при тушении пожара. Я от имени преподавателей данного учебного заведения заверяю всех, что мы будем воспитывать наших курсантов в духе патриотизма и готовить высококвалифицированных специалистов. Развивают и промышленность. Эмамали Рахмон запустил производственные линии по переработке молока. Также здесь будут изготавливать сыр, мороженое, сметану, сливки, йогурт и национальный кисломолочный продукт – дугоб. Приобретаем население и производим экологически чистую молочную продукцию. Образовательные, спортивные и культурные учреждения. Более 10 новых объектов открыл глава государства в Донгаринском районе. Сельчане радушно встречали и угощали. На этой выставке то, что выращивают и чем гордятся местные жители. Например, пирамиды из фруктов и овощей. Донгара является одним из крупнейших аграрных районов в Хатлонской области. Ее жители получают несколько урожаев в год.